так связь есть я вас приветствую дорогие друзья я понимаю что у всех сейчас у кого-то последние рабочие дни перед праздником кто-то кто-то уже весь в корпоративах кто-то в каких-то семейных там приготовлениях на короче уже почти сутки просто смеюсь и как я написал в своем заголовке если у кого-то из ваших друзей будут плохое настроение перед праздниками обязательно покажите пожалуйста тот лайф видео которое вы сейчас увидите знаете есть жизни конечно приколы приколы разные есть добрый есть очень добрая и вообще у меня как-то жизнь очень богатым событиями но моей жизни я думаю что произошло то которое либо будет самым прикольным либо одними самых прикольных вот так настроил второй айфон так вижу народ пишет с наступающим новым годом новая порция так далее не поговорим на самом деле о чем-то очень добром может пересяду с вашего разрешения нахожусь бельской примаре короче ситуация которую как бы хочу вам рассказать но такая добрая предновогония она вообще для всех добрая кроме меня потому что серьезно нарушила мои планы но давайте обо всем по порядку сейчас возьму это знаете короче последние дни во всех молдавских сми один из главных заголовков это про то что там одна женщина женщина депутат сроках всех поздравила и сказала ферри чун крочит дорогие друзья я вам могу сказать что у меня посерьезнее чем ферри чун крочит засада ой заключается на следующем знаете когда переехал в москву было два анекдота про молдаван один про то как молдаванин первый раз приехал в москву и второй как бы прикол был про то про молдавских строителей значит про молдаванина который приехал первый раз москву это значит на экскалаторе спускается в метро молдавский гастарбайтер с фирменной клетчатой сумкой и смотрит по сторонам красиво московское метро на эскалаторе спускаться а вот оно какое ты мое подмосковье это был первый прикол который запомнил второе это был тот который уже этом услышал там через пару лет чем отличается секс с молдаванином у женщин от секса с армянином значит ответ был что молдаванин после того как кончат поборачиваться лицом к стенке продолжать штукатурить понимаете вот а теперь вот третий прикол как бы из моей жизни и так обо всем по порядку значит месяц назад значит у меня появилась идея посетить лондон значит я никогда не был великобритании значит но вы как-то слышали о том что я встречался там с английскими детективами вене значит плюс я хотел встретиться с некоторыми компаниями посмотреть кое-какие технологии связаны с модернизацией там умным городом и так далее ну плюс вообще и мама и папа учителя английского и мама как бы с детства говорит там горит ренат да я так им аскреш мари смерть ла лондра требование аппарат звезите с уэстминстер эйбей трофилл горское биг бэн шалки монументе и створить мама кума скреска сам по себе летайте с игрокосплей и вот тут как бы это все вместе значит это самый плюс думал значит думал совмещу полезное спрятан значит узнаю о том что великобритании нужна виза значит нужно виза значит в международном отделе значит наши приморей узнаю про процедуры говорит вот надо заполнить анкеты показали мне этот application который надо заполнить короче ребят очень заполняйте тут приходит человек и говорит слушай есть опс извините сбил звонок значит компания которая этим профессионально там занимается есть человек который там все это делает делает очень много лет как бы пусть как бы заполнит он ну какие там услуга стоит там какие-то денег там вместе с подготовкой документов переводы вот я сбиваю человека он продолжает звонить извините значит ну весь пакет документов в общем 500 евро плюс там плюс значит нужно оплатить саму визу плюс есть ускорение там за пять дней и так далее но в общем можно визу получить ответ по крайней мере в течение пяти дней ну как бы меня просят вот вы должны будете предоставить определенный документ ну человек который занимается этим оформлением документы подтверждающие право собственности на недвижимость автомобили выписки из банка справка там с место работы и и так далее значит короче я все это предоставил значит первый прикол был когда пришел есть компания которая прилетает кишинев там раз в неделю находится где-то в офис там на на тегина по улице тегина значит пришел значит оплатил чтобы вне очереди можно было там сдать документы и так далее тут я выясняю что виза как бы на полгода ну то есть я прошу так указано у меня банкете по сути груз зачем это самое плюс есть определенные планы развивать там сотрудничество с одним из городов великобритании думал давайте сразу длину на пять лет нет нельзя бы подали на путь значит я узнаю о том что я попал на там 600 евро пить и 600 фунтов виза 300 фунтов примерно там ускорение как работ доплатить что на 5 лет там много значит звоню этому парню гарния на пять лет это надо умножить шесть месяцев на ну как бы если там на полгода там стоит условно 600 фунтов там на пять лет будут стоить шесть тысяч до такого быть не может короче разобрался узнал что это всего на несколько сотен фунтов дороже переделали мне анкету как бы ту аннулировали очень вы поняли на 500 попал за оформление плюс 1000 уплатил плюс плачу заново 700 фунтов 700 фунтов за новую визу на пять лет новая плеки чем тогда говорят показывать не кита бумаги будут заплатили в течение пяти дней получите свет короче яси а в это время там же нужно показывать бронь гостиницы авиабилет значит в эр молдову бронирую билет беру хороший отель в центре лондона короче и договариваюсь о каких-то встречах значит проходит 5 дней ну думаю что то не успели я спрашиваю чё там связать говорит тут надо подождать значит надо подождать потому что в общем нет пока ваш статус пишет там на рассмотрение игра как же по ускорен англичан принципе вообще все четко у англичан все четко значит должен был быть к этот мнение ну подождем короче меня и отель переношу на неделю отель переношу на неделю авиабилеты короче опять штанга ничего не получается переношу третий раз очень проходит три недели вчера я там попросила бы послушайте а дайте мне пожалуйста анкету которую вот вы за меня заполнили потому что чувствую что где-то есть засада но потому что не могут три недели рассматривать визу великобритании тем более судьба уплачена там услуга priority чтобы рассмотрели за пять дней и короче вчера ребята я этот application начинаю читать я не знаю сколько виз этот человек это компании кому открыли за все эти годы сколько могло пострадать невинно граждан молдовы которые я уверен что после такой анкеты не увидели лондон значит но начинаю читать короче для тех кто знает английский тут будет полегче но вообще-то буду переводить принципе в начале заполнила все правильно как меня зовут серия номер паспорта страна число месяц год рождения помощь мужской ну то есть как бы порядок значит дальше визу сервис общем стандарт я как бы заплатил за проверить значит и мы фамилия санду там gmail.com ну думала конце концов указал тот который как бы и заполнял куда там получать информацию но это упускает и дальше начинается personal information travel information по порядку короче аптечками тут по отмечал все залеты которые есть в этом в этой анкете и самое страшное что там кита написано от моего имени как рината усад значит email адрес значит фамилия у меня салтанич оказывается значит дальше там еще что-то там gmail.com дальше цель вашего визита в великобританию значит туризм и навестить и в том числе увидеть членов семьи думаю ладно прочитаю дальше дальше какая цель вашего визита главная цель вашего визита значит туризм пойдет и дальше дайте детали касаемо цели вашего визита и что вы вообще там собираетесь делать великобритания и тут начинается феричон крочит i am planning to visit london this is the most developed city in europe where we can take a lot of examples first of all i am planning to visit all historical places as a mayor this will be interesting for me to see all the city какой-то звездец помните да борис николаевич ельцин с белым клинтон the trees are green the sky is blue moscow is the capital of russian federation вот так же здесь лондон is the greatest city where we can visit all the places that i that i will be happy i never been in united kingdom and this one and this one and this why i would like to visit united kingdom for at least two days but will visit more often короче и это типа все пишет рина туса ты повторяю я короче значит адрес салтанич gmail.com принадлежит вам у меня спрашивает мой ответ кому-то другому у вас есть адрес имейл ответ но у меня нет имейл адрес дальше значит пол ну как бы мужской правильник тут ошибок нет what is your relation короче ну написано сингл я на самом деле разведен не страшно ну хотя англичан должен быть все корректно ну разведен подскажет что-то скрывает что был женат и так далее там же то поводу а не фереште значит есть ли другие гражданства до являет также гражданином российской федерации какой номер паспорта российский дальше значит дуюхэв обэлит national identity card были тянет стать ответ от меня но нет у меня были тянет стать я же дурак с фалеш так получается адрес где я живу ответ букуреш стрит 117 кишинова молдова репабликов короче живу и оказывается в офисе нашей партии в кишиневе как бы но для тех кто не в курсе из без адрес волосов ее корреспондент адрес можно туда писать письмо да можно туда писать письмо how long have you lived at this address сколько ты прожил по этому адресу ну то есть я но в офисе нашей партии кишинова ответ пять лет я это арендую пять лет я живу в офисе нашей партии но для кого не в курсе мой мобильный телефон указан правильно можно ли мне звонить конечно можно если какие-то не айдон хэв май пэрэнс details у меня нет никаких сведений о моих родителях ответ yes понимаете я ничего оказывается не знаю про своих родителей о в доме где я работаю city hall of belts city у вас муниципалит в ноке адрес и так далее describe your job опишите свою работу а м мр о в belts city короче я один из мэров одних из бельс так что вы понимали is a second mandate and will work to improve my city we will implement all your opinion standards читая и плачу previous employment organization government including public and civil administration non-military так provide further information i am a mayor of belts city from republic of молдова вот оно какое вы понимаете какие у вас есть сбережения 400 тысяч пишут за меня 400 тысяч фунтов это у меня ни в одной декларации 400 тысяч фунтов нет там другая валюта значит сколько собираюсь потратить в великобритании на выходные ответ 10 тысяч фунтов за два дня 10 тысяч фунтов это я не знаю кросс-курс но в евро это будет намного больше оказывается то есть я собираюсь тратить 6 7 тысяч день а сколько я вообще в месяц трачу в молдавии ответ тоже 10 тысяч фунтов в месяц я трачу в молдавии они думают что я плохотнюк дотану короче family in the uk напоминаю раньше был вопрос цель моего визита туризма и посетить членов семьи do you have any family in the uk но так как я же туда собирался поехать навести членов семьи где собираюсь жить тут без ошибок потому что бронировал попросил друзей посветить хороший отель центре лондона и так далее было в великобритании в течение последних десяти лет нет были кита нарушения нет ну да travel history это отдельная история все вы знаете что я объездил практически весь мир вот ну и тут спрашивают за последние десять лет австралия канада новая зеландия соединенные штаты америки швейцария дальше все страны есть отдельно астрия бельгия болгария крыша чех републик дэнмарк эстония гвиз короче все страны которые входят евросоюз за меня отвечают был 6 раз но конкретно 2 а именно оказывается я был в июне в этого года в германии значит как турист и тоже посетил членов семьи в германии значит провел там две недели значит какие страны я посетил дальше я посетил швейцарию я посетил в ноябре девятнадцатого года румынию два дня там был watch is the reason for you visit зачем я туда ездил ответ work я работал просто грузчиком настройки значит так был ли я вовлечен в какие-то там террористические группы и так далее там слава богу нет но есть ли люди которые могут сказать молдове о том что у меня как бы хороший характер оказывается таких людей нету представлять дальше конвейкшинс анада пеналитис пеналтис так были ли какие-то нарушения закона на территории великобритании или другой стране и тут конкретно спрашивают были ли штрафы или предупреждения какие-то нарушения правил дорожного движения если какие-то уголовные дела ответ но по моим уголовным делам можно писать и новый вариант приключений тома суэра и жульвер и жульвер и вообще все что угодно понимаете хотя тут надо было указать до молдаване там плохиши нарисовали кучу уголовных дел сейчас дадон парочку хочет но думаю не получится значит и там решение метр попро короче я очень надеюсь что этот лайф посмотрит значит посольстве великобритании самое страшно круче я остался без молдавского паспорта три раза платил принять два раза платил но там разные платежи потратил больше двух тысяч фунтов даже почти три перед праздниками молдавского паспорта у меня нет заграна его не вернули как бы играть поехать за сутки в кишнев сделать другое значит я понимаю лицо офицера который читает сейчас мою танкету уже думаешь это я дебил но такое модно писать и как бы тут могут быть следующие первое значит могут попросить принести какую-то справку например сказать уже могут пригласить на диктант первоклассниками понимаете то есть и как бы на самом деле смешно и грустно одновременно то есть месяц отдали пароль от моей анкеты онлайн и там написано что никакие изменения делать нельзя либо как бы будет все удалено но я понимаю что ладно я прочитал а сколько людей получили отказ потому что когда какой-то чайник что-то пишет и он решает что ты зарабатываешь зарплата одна ты пишешь там там действий фондов на выходные там действий фото вместо значит не вижу ничего приложенного из тех документов короче что я передал вот тут были какие-то приколы которая пропустил но это короче понимаете у меня просится одно слово на букву п 1 конце буква c вот потому что когда я узнал о том что живу в офисе буду ли а дальше жить в офисе нашей партии кишиневе все зависит от договора аренды в карусе ребят это короче конечно же скач значит а вот так ренат георгиевич ласа повештели шипы аккурата нуражка не промеса нуражку жата чеченого фортидор короче все пельцы под контролем и будет еще лучше значит так готовимся к новогодним праздником я выйду отдельно просто поговорим по делам бельцы я думаю что буду подводить итоги года приглашу представителей сми бельцы которые есть я приглашу на итоги думаю 30 числа в понедельник или может 31 с утра по грима работе но тут короче с этим перечон крочит это что чаще тут были прикол чуть пробежал да нет это он читал форду они ярко реально надо в жизни все делать самому я дружек могут еще отказать поставить запрет на 10 лет потому что информация неправдоподобно не то что но реально фальшивая информация представлена по некоторым пунктам ммм о мм 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 ну Пелгарскуэр, Уэстнэс, Рэбби, посмотрим. Мне могут даже после этой анкеты паспорты вернуть, сказать, слушай, молдаваны, иди сиди, делай другой паспорт, желательно, на другую фамилию. Вот такой прикол, короче. Да. Вот тут пишут, Дэмээру был стэнкс фуферичон, короче, вот, короче, вот такая ситуация. Ладно, короче, обед закончился, значит, надо думать, надо добить некоторые вещи, потому что мы должны очень бодро начать следующий год обо всех проектах, которые мы планируем, и которые находятся на финишной стадии, поговорим тогда, когда буду подводить итоги года. А так, всем хорошего дня, феричон крочет, песня «Я уеду жить в Лондон» не про меня, вы уже это все увидели. Маме придется покупать в киоске открытку с Биг Бэном и Трафалгерской. Не, ну, понимаете, они еще смотрят, они же, как бы, ну, в Википедии написано, «Закончил имя, опишу, как школьник 2-го класса, или еще лучше, как Борис Николай Ельцин. Датриза Агрин, доска из Блу, Москва из Декэпитала в РФ». Короче, советский мосикет май позитиве, спер канус витор сфей май бон, тар диспераста тот ворбим алтодат. Ладно, ребят, короче, давайте с наступающим, увидимся. Значит, для тех, кто не в курсе, кто приезжает из диаспоры домой, ребят, в новогоднюю ночь я буду на площади в Бельцах примерно с 22.00, хотя мы праздничную программу начинаем пораньше. Я лично буду в 22.00 и буду с вами на площади до утра. В 12.00 буду поздравлять с Новым Годом бельчан и всех жителей Молдовы. У нас очень красиво на центральной площади. Значит, ждем мороз, чтобы все-таки заработал и каток. Значит, к этому приезжайте. Будет прикольная, веселая, красивая, новогодняя ночь с очень красивой программой. В общем, вы все увидите. Ладно, ребят, я вас обнимаю. Давайте поговорим. Пока. Пошел делом заниматься.